Зеленский примет участие в знаковом саммите G20 на Бали, скорее всего по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины. Чуть позже стало известно, что и Бункерный будет говорить мировым лидерам онлайн. Ранее главной интригой саммита считалась возможная встреча президентов. С вами Нехта, о самом важном и интересном расскажем прямо сейчас. До конца года Украина выйдет на границы 24 февраля. Хороший прогноз от бывшего командующего американской армии в Европе. И именно поэтому я считаю, что Украина свободит Крым до лета. Дырявые рюкзаки, резиновые сапоги и просвечивающиеся спальники, мобилизованные в России, массово жалуются на обмундирование. Власти считают, на всех не угодишь. Это вот как на вкус и цвет точно мил не будет. Россия готовится к войне на своей территории. Пока в Москве сдают бомбоубежище в аренду, в других российских крупных городах звучит воздушная тревога. Ничего меня так не радует, как победы Украины и ваши лайки и комментарии под нашими видео. Нас уже миллион. Ваша активность вдохновляет на работу для вас, поэтому не забудьте о своей важной миссии. Поставьте лайк этому выпуску или напишите комментарий. А мы врываемся в новости. Украина выйдет на границы 24 февраля до конца года, заявил американский генерал Бен Ходжес. Экс-командующий армии США в Европе в интервью для Радио Свободы детально пояснил суть контрнаступления ВСУ и заявил о неизбежной победе Украины. ВСУ уже освободили половину оккупированных с 24 февраля территорий. Ближайший прогноз Ходжеса на Херсон. Бои там будут продолжаться несколько недель. Подумаймо про український контрнаступ, який почався у вересні. Сприймайте це як одну велику операцію. І тому ліве крило контрнаступу – це операція, яка спустилася із Харкова. Зараз є біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило у Херсоні. Отже, це праве крило. Тож обидва ці крила сходяться до Криму. Всі дороги ведуть до Криму. І коли вони наближатимуться все ближче і ближче, вони зможуть застосувати Хаймарс та інші засоби високоточних ударів великої дальності для ураження російських цілей у Криму. Як тільки вони почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання, чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об'єктах у Криму, тоді, я думаю, Крим стане непридатним для оборони росіян. І саме тому я вважаю, Україна звільнить Крим до літа. Якщо западні країни не захоронять і не нарастять свої поставки ПВО Україні, Україна применить ті ж методи розрушительних бомбардировок, що і в Сирії. Об ціх іде річ в відчоті Королівського інститута оборонних ісследований Бритії. В коментарії BBC один із авторів отчета Джастин Бронк подчеркнув, Україні не хватає современных многоцелевих боєвих самолітов, які способні здержувати російські воздушні сили і призовують Запад не розслабляться. Западні країни опасаються предоставлять Україні настільки мощне оружі, тому, що це якоби спровоцірує Путина на ще більше решительні действи. Отправка передових боєвих самолітов стала би важним шагом вперед, чреватим ескалацією между Москвою і Западом. Однак Западу не стоїть розслабляться в вопросі ПВО України. Тільки тому, що Россія не змогла уничтожити український зенитно-ракетний комплекс, российським ВВС не удалось повторити свою сирійську стратегію по превращению городів в руїны. Поэтому пополнить запаси сил оборони України нужно безотлагательно. Іран стала поставлять беспилотники в Россію после начала войны. Представители военной розвідки України нашли доказательства того, що іранські беспилотники в Россію поставляли вже после начала вторження. Раній Тигран признал, що поставлял Москве дроны, але утверджав, що після війни поставок не було. В Головному розвідовательному управліні изучили іранський Мохаджир і вияснили, що він собран із деталей, производимих в різних країнах. Нікаких російських елементів там немає і в помині. Вінт беспилотника Мохаджир-6 був зготовлено тільки в феврале цього року. А ще потребовалось время, щоб доставити його в Россію. Тобто вони були доставлені в цьому році. Очередна гигантская забота власти о чмобиках. Резинові сапоги і просроченні сушки. Мобилизований із Архангельської області показав посылку от губернатора. Распаковку провел Егор Чапурин, призваний по мобилизации. Він раскритиковал губернатора Примор'я Александра Цибульського за набори для солдат. Зимой мобилизованным предлагають ходити в резинових сапогах і тонком нательному бельі. Собой солдатам выдали сушки с істекшим сроком годности. Будем заниматься, нам на земле буде не холодно спать в окопе. Очень хороший коврик, советую всем. Сумка. Обещали 100 литров сушку тактическую. Пришли, наверное, щоб ми вздернулися. Дружно. Это что? На маскинсу хотите впрыгнуть? Спасибо, товарищ губернатор. Носки. Господи боже мой, называются. Носки армейские. Армейские уставные носки. Даю срочникам. Очень хорошие, теплые. Рекомендую. Нательное белье. Не вижу никакой прослойки на нательном белье вообще, чтобы оно впитывало влагу и отталкивало его. Рекомендую тоже. Ранее на некачественное снаряжение пожаловались и мобилизованные из Орла. Рассказали, им выдали ломающиеся ножи и неудобные берцы. На вещевое обеспечение мобилизованных в регионе было выделено 33 миллиона рублей. Кажется, тут поработал всем известный прапорщик на букву «С». Однако Орловский губернатор не растерялся. Андрей Клычков предложил мобилизованным, недовольным качеством обмундирования покупать его самостоятельно. В одном из эфиров на странице ВКонтакте его засыпали вопросами о качестве обмундирования. «Покупали по максимуму то, что было, другого ничего не было. Вот что значит, десятки миллионов рублей надо потратить. Вот Андрей Климашин опять промундировали. Мы сейчас выдали деньги. Если кому-то не нравится, ну покупайте сами. Я говорю, что здесь точно, знаете, ну уж всем не угодишь, наверное, кому-то нужно. Вот сейчас я знаю, что разгрузку купили хорошую. Но опять же, кто скажет, что ему карманов не хватает, еще что-то не хватает, цвет не тот. Но это вот как на вкус и цвет точно, мил не будет». В Днепре на остановках общественного транспорта установили мобильные бомбоубежища. В них прохожие и пассажиры смогут укрыться во время воздушной тревоги. Стены таких конструкций очень толстые и сделаны из прочного железобетона. Убежище рассчитано на 18 мест. Ранее такие установили и в Харькове, и в Николаеве. Их также планируют обустроить и в Одессе. Устанавливать будут в парках и на автобусных остановках, а также в других общественных местах города. От «Возьмем Киев за три дня» до «Тревоги» и проверки бомбоубежищ через 8 месяцев в самом Мордоре. В центре Петербурга звучала учебная тревога. Это была проверка системы оповещения населения, о которой предупреждали заранее. Тревожно было и в Воронеже, и еще в нескольких крупных городах. В одном из объявлений проверку назвали «военной операцией». Тем временем, как предприимчивые московские чиновники сдают бомбоубежище в аренду. Там открывают фитнес-клубы, автомойки и банкетные залы. Арендовать укрытие для личных нужд можно по цене от 30 тысяч рублей ближе к окраине и до 200 тысяч рублей к центру. В самом дорогом есть система отопления и даже интернет. Никого не волнует, что война может дойти до них. Помещение становится бункером только тогда, когда введено военное положение. В мирное время, как сейчас, вам нужно просто вовремя вносить арендную плату. Объявят военное положение – освободите помещение. А в Петрозаводске продают гламурное розовое бомбоубежище на случай ядерного апокалипсиса. Няшный бункер оборудовали в центре города. В помещении много комнат, включая туалет, кабинет, комнату отдыха, гардеробную, схрон припасов. За него просят целых 15 миллионов рублей. Как вам такой бункер? Хотели бы в таком поселиться? Расскажите в комментариях. А у меня на эту минуту все. Напоминаю, самая актуальная и интересная информация в телеграм-каналах Нехто. Поддержать нашу работу и развитие наших ютуб-ресурсов можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч. Хороших вам новостей. Слава Украине. Живи Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...